Сегодня у нас на острове Хортица происходит торжественный выпуск рукокрылых. Тех животных, которые были собраны зоозащитниками и волонтерами под руководством Олеси Кулик в городе Запорожье и в Запорожской области. И сегодня мы возвращаем этих животных в природную среду, возвращаем их там, где они были собраны. Порядка ста животных сегодня привезено на остров Хортица, и они будут выпущены здесь. Мы стараемся максимально рассказать людям и в первую очередь детям о летучих мышах. О том, как правильно с ними обращаться, о том, что они на самом деле не опасные, о том, что они милые существа, что они пушистики, которых можно погладить. И мы сегодня такую лекцию провели для кровеческого кружка запорожского. Так получается, что зимой летучих мышей находят очень часто в домах, находят на улицах, в городах. И они не могут самостоятельно продолжить зимовку. То есть им нужна помощь. Эту помощь оказывают волонтеры, зоозащитники и наш центр реабилитации рукокрылых, как самый мощный сейчас центр на Восточной Европе и единственный в Украине. В этом году мы собрали около ста особей рукокрылых. На данный момент мы собрали четыре вида летучих мышек. Они собрались со всей области. К нам подключились не только Запорожье, к нам подключились и Пологи, Никополь, Энергодар. Для начала поили всех летучих мышек, взвешивали, проверяли мальчик-девочка, записывали уже для себя, определяли их вид. Потом их передерживали несколько дней, если особенно были ослаблены. То есть мы их кормили уже отдельно выжимками из насекомых. И потом передавали в центр рукокрылых для того, чтобы их окольцевали, для того, чтобы их ввели в базу, чтобы у каждой мышки было свое колечко. Это как паспорт. Мы ожидаем, во-первых, праздника, потому что на данный момент весна у нас расцветает. Тем более мы находимся на острове Хортица. Здесь очень красиво. И это такое наш энергетический, это наш дух, энергия Запорожья. У нас будут семьи с детками. У нас все очень любят мышек, поскольку мы уже несколько лет занимаемся мышками. И также я провожу уроки доброты по школам, интернатам, детским садам, в том числе рассказываю о летучих мышках. Дети знают об этом иногда больше, чем взрослые. В этом году проект Центре реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк полностью осуществил этот цикл спасения летучих мышей за счет финансовой поддержки фонда Александра Фельдмана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова